У нас сегодня есть отличная возможность на выставке MetroExpo 2019 пообщаться не только с гостями, но и со спикерами. Константин Локтев, здравствуйте. Здравствуйте, Роман. Константин, расскажите, какую компанию вы представляете сегодня? Я представляю компанию Nilsson. Это глобальная компания-измеритель, которая анализирует, что люди смотрят и что люди покупают. Соответственно, вы в курсе о том, какие тренды существуют вообще в ритейле сегодня? Да, мы этим и занимаемся, да. Вот расскажите, с какой темы вы выступали и самые, может быть, ключевые моменты, инсайты для тех, кто не смог вживую увидеть ваше выступление? Да. Смотрите, основной вопрос, который сегодня есть у бизнеса, это что происходит с покупателем. Дело в том, что мы пережили экономический кризис и сегодня на рынке наблюдается определенный перелом. Что это значит? В 2017 году мы оттолкнулись от дна кризиса и покупатель постепенно начал восстанавливать свое покупательское поведение. Мы видим, что, ну, например, объемы продаж начали, наконец, расти, чего не происходило несколько лет. И, соответственно, основной вопрос, а как же выигрывать в этой непростой конкурентной среде, где, к тому же, цена играет такую огромную роль? Вот поэтому я сегодня с участниками мероприятия делился нашими инсайтами. Ну, коротко расскажу, что основной запрос помимо цены сегодня – это удобство. То есть, если посмотреть на топ критериев выбора магазина, если еще несколько лет назад покупатели в основном сигнализировали о цене и промо, то сегодня они уже говорят о более таких материях, связанных с удобством. То есть, они хотят все в одном месте, они в основном ходят, закупаются каждый день вместо того, чтобы ехать в гипермаркет, закупаться на длительное время. То есть, такие тенденции, по сути, меняют покупательское поведение. Поэтому, чтобы победить сегодня, нужно капитализировать на них, нужно предоставлять покупателю хороший ассортимент, особенно в сфере фреш, потому что это является дифференциатором, и формировать позитивный покупательский опыт. Вопросов много было после вашего выступления? Да, полно. Естественно, представители, клиенты компании Метро, в основном представители малого бизнеса, которые владеют собственными торговыми точками, для них основной вопрос – это как выигрывать в этой среде, что такого секретного можно сделать, чтобы повысить свои продажи. Поэтому вопросов было очень много. Круто, но я думаю, что у наших зрителей будет возможность задать вам эти вопросы лично. Может быть, кто-то из них присоединится на Метроэкспо 2019 завтра. Если вы будете здесь, то мы с удовольствием вас познакомим, чтобы вы могли показать всю свою экспертность. Да, мероприятие великолепное, поэтому я всех приглашаю на Метроэкспо. Спасибо, до встречи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok